Здравствуйте, друзья! Собрал детектор скрытой проводки с металлодетектором в корпусе, кое-какие изменения делал, изменил скетч немножко, по схеме мелкие изменения сделал, настроил и проверил, как это все работает. Назвал его ЭЛАК СП, как я уже в прошлых видео сказал, ЭЛАК это имя ностальгическое, вот часть этой горы, которая находится возле моей деревни в северной Армении. Так, теперь давайте посмотрим видео, я два видео сделал, один в офисе, вот как это работает, второй уже в моей квартире по стенам, как это работает и скажу, как все это работает. Первое видео. Итак, друзья, собрал детектор скрытой проводки в корпус, кое-какие изменения делал, скетч поменял немножко и вот получился такой инструмент. Здесь сбоку выключатель находится, здесь кнопка, это настройки металлодетектора и плюс еще этот, включает режим металлодетектора и режим скрытой проводки, то есть я разделил две функции, они друг друга как помещают и так лучше будет, думаю. Кроме того, здесь ВИВЛ, видите, винт стоит, это соединен с корпусом для увеличения чувствительности. Если чувствительности не хватает, палцем сюда отрягиваем и так меряем, это на разы увеличивается, когда палцем на корпус как-то получается. Так, давайте посмотреть, как это работает. его включаем и светодиод начинает вот так мигать, это означает, что включен режим детектора скрытой проводки. и давайте проверяться. Здесь вот этот ток проходит и посмотрите, что вот чувствительность какой. Сейчас не прикасаясь к этому винту, вот сюда не прикасаясь, видите, где-то три сантиметра получается. Теперь вот сюда держу через это, посмотрите. Видите, разница какая, где-то семь с половиной сантиметров разница, чувствительность разница увеличивается. Видите? Так, теперь режим металлодетектора. Вот нажимаем кнопку, держим три секунды. Вот перекратился вот этот мигать, это означает, что включен режим металлодетектора. То есть это для обнаружения арматур в стене. Так, если чувствительность надо будет уменьшить, вот допустим надо уменьшить, вот приближаем и нажимаем кнопку и чувствительность уменьшается настолько. Видите? Удалим, нажимаю, отпускаю, уже чувствительность другой, побольше. Вот таким образом это всё работает. Антенну вывел наружу, вот где-то десять сантиметров для скрытой проводки. Внутри, когда ближе к плате, плохо работает. Поэтому вот так получилось. Так, теперь режим опять нажали, три секунды держим. И включился режим скрытой проводки. Вот теперь уже проводку. Так, вот таким образом это всё работает. Остальные на компьютере объясню. Так, теперь давайте посмотрим второе видео. Так, немножко, не знаю, будет нормально проигрывать или нет. Здесь очень высокое качество получилось видео. Проверяем детектор скрытой проводки ELAC SP. Включаем. По стене двигаем. По стене двигаем. Тут здесь проводка проходит. То есть сверху вниз. Теперь металлодетектор проверяем. Нажимаем кнопку, три секунды держим. Так, металлодетектор включился. Здесь, здесь по всей стене металлические, видимо, сетка внутри. Давайте на другой стене проверяем. Так. Двигаем. Вот здесь арматура проходит. Но очень глубоко, еле-еле находит. Сигнал очень слабый. Глубоко в бетоне. Так, вот таким образом это всё работает. Так, теперь пару слов про моих ощущениях. Вот я делал это, как всё это работает. То есть, если в стене у вас будут, допустим, перегородки и проводка будет методом штроба, как бы, штробирование сделано. Отлично это будет всё работать. Показывать будет очень хорошо. Но, когда дом из железобетона, в моем случае, квартира железобетона, у него специальный канал для электропроводки. Этот канал находится где-то в середине бетона, как бы. И провод находится где-то 7 сантиметров, где-то глубоко. Внутри железобетона и там уже не будет показывать. Я попробовал вот на других стенах, где проводка вот так сделана. То есть, где-то 7 сантиметров глубина. Внутри он не будет показывать. А методом штробирования, вот современные дома сейчас, по-моему, так и этот каркас и внутри перегородки. Там методом штробирования, там всё отлично будет. Это всё работает, показывать будет. Так, вот такие первые ощущения. Теперь, вот покажу, как я всё это делал. Здесь, вот эта плата такая. Посмотрите. Так, ардуино. Вот, нано, нано здесь. Так, индикатор светодиодный. Светодиодный здесь, это 561,7. Вот это для детектора скрытой проводки. Здесь, там внутри четыре элемента. Я один элемент использовал. И очень хочу сказать, отлично это работает. Я столько схем попробовал. Один из самых лучших вот на этом. Вот я сначала хотел на половом транзисторе делать, потом на трёх транзисторах. Но отличный результат вот в этом получился. Вот это сделал. Вот звуковой этот зуммер. Регулятор. При помощи вот этого регулятора, резистора добиваемся напряжения. Там я на схеме покажу. Один вольт. И здесь схемка. Один транзистор. Здесь уже катушка. Катушка у нас получается вот эта. Феррит 3 сантиметра. Чтобы это 8 миллиметр диаметром и 3 сантиметра длиной. Поэтому чувствительность металлоискателя невысокая получается. Если хотите, чтобы чувствительность побольше была, то это надо побольше делать. Сделайте вот подлиннее. Но это я сделал так, чтобы в коробке уместился. У меня вот в этом части где-то находится. Вот так. То есть, если арматуру проверять. Как бы у меня в такой плоскости надо. Электропроводку вот так. А арматура вот так. Надо искать. Если хотите чувствительность побольше, то сделайте побольше. Там 10 сантиметров, 8 сантиметров. Разницы нет. Чем длиннее, тем чувствительность побольше будет. Я так думаю. Так. И здесь все. Теперь давайте электросхему. Схема точно такая же, как и в прошлом видео было. Да. Единственное, что вот это болт. Вот добавили. Я показывал в видео. Вот болт. Это винт. То есть, соединен с корпусом. С ГНД. И, когда прикасаемся к моменту измерения. Палцем вот этот. Чувствительность разве увеличивается. Ну, разве любители поймут, как это все работает. Получается, как антенна, как дипл получается. Здесь вот только штырь. А здесь вот. Ну, чувствительность больше получается. Вот по схеме. Вот другое видео посмотрите. Я там рассказываю, что как. Так. Вроде здесь все. Теперь VFL PROC. Я вот этот скетч поменял основательно. То есть, ну, то же самое и тот, но уже по-другому все это работает. То есть, здесь сделал так. Вот две, четыре платы. Как бы у меня получается. Детектор скрытой проводки. Здесь, наверное, неправильно написал. Зрение плохое. Так. То есть, по условиям работает. Если здесь нажимаем. Вот когда первоначально его включаем, здесь на выходе ноль Т-триггера. Здесь, видите, инверсия стоит. Включен детектор скрытой проводки. Детектор скрытой проводки. То есть, вот эта плата у нас по условию. Если здесь единица, вот на этом перемене. У нас вот эта часть работает. Если нажимаем, три секунды держим. Т-триггер срабатывает. Здесь единица. Здесь инверсия стоит. Здесь ноль получается. То есть, металлоискатель уже работает. Вот это вторая плата. Вот это так. И еще изменение делал. Так, что первым вариантом у меня. Этот индикатор на светодиодный индикатор только работал, когда детектор скрытой проводки. Вот показывал результат детектора скрытой проводки. Сейчас делал так, что и металлодетектор. То есть, сила сигнала и металлодетектор тоже показывает. Вот таким образом я досконально не буду вот это рассказывать. Я просто так в общих чертах рассказал. Вот это как работает. Скетч. Вот это скетч. Схема у меня будет на сайте. Ссылка в описании. Если кому интересно, можете скачать, попробовать. Я думаю, что это нужный инструмент для строительства. Прогодится. Единственный минус. Как я уже сказал. Где железобетонные стены. Провод там очень глубоко находится. И не находится. Или еле-еле находится. Ну, там уже это не пойдет. А где метод обштроба сделать. То есть, провод где-то близко к поверхности находится. Там уже отлично все это работает. Так, вроде все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok